Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во всяком случае, вы в Швеции учились, в Москве учились и сейчас учитесь в Швейцарии. Вы везде играли? Выступали? Да, конечно. Ну, вот тогда интересно, вы выступали с местными музыкантами там и там и там, правда же? Да. Так вот, скажите мне, чем отличаются? Есть отличия в подготовке, в отношении к делу? Ну, конечно. И, скажем так, в целеполагании. Я думаю, что хороший музыкант, который занимается этим, скажем, не ради каких-то амбиций, славы или денег, у них, в принципе, целеполагание одно и то же. А подготовка, конечно, разная, потому что, я не знаю, образование разное, культурный менталитет разный. Ну, просто разные люди. А где-то легче, а где-то сложнее. Ну, вот в Швейцарии там очень много музыкантов, там огромная конкуренция, поскольку страна, в принципе, маленькая. Во всей Швейцарии живет 8 миллионов, а в Москве у нас 16. В два раза больше. В два раза больше в одном Москве, чем во всей Швейцарии. И они все невероятно профессиональные, то есть просто если ты хочешь действительно где-то там на плаву держаться, то приходишь постоянно все время заниматься, заниматься, заниматься. И, допустим, если у тебя нету заранее, к примеру, ты хочешь собрать проект, у тебя должно быть все написано, заранее высланы ноты, и на репетициях уже прям вот готовый материал должен быть сыгран, и у каждого там, например, проекта есть там 2-3 репетиции до концерта. Ну, есть исключение, например, Ник Берш, у него свое ателье, и они там разрабатывают своим коллективом, например, какую-то новую музыкальную философию. У них называется Ritual Grooves, ритуальные грувы. А так, в принципе, сложновато, потому что меньше людей, ну, скажем, в процентном соотношении, там, тех, кто вот готов просто, например, встретиться, я не знаю, там, 3-4 часа в день поиграть, потому что все занятые, по пяти проектам распиханные. Прекрасное слово «конкуренция», но оно, скажем, когда пересекается с таким пониманием, помните знаменитый спор, он всю жизнь идет, художник должен быть голодным или художник должен быть сытым. Так вот, конкуренция за что-то, ведь правда же, вот какая-то цель есть у этой конкуренции, вот человек хочет чего-то больше, чем у его конкурента. Ну нет, ну как, если, допустим, барабанщик лучше играет, его большее количество проектов за... Я к тому, что, в принципе, сытые страны, что Швейцария, что Швеция, в том смысле, что там... Да, у них очень много поддержек. Да, и кроме культурной поддержки, там государство не бросает человека, насколько я знаю, он всегда обеспечен, ну, как минимум, куском хлеба, да, и крышей головой. Ну, то есть, там сложно, на самом деле, там такой капитализм не то, что с большой буквы К, а с огроменной буквы К, то есть, там государство натурально прям вот доит граждан, из каждой мелочи, там, ну, например, вот, вам нужно взять какой-то документ, чтобы, я не знаю, там, сделать визу, или справку о том, что вы у государства не должник, потому что все почему-то все время должны какие-то счета оплачивать. И, чтобы эту справку взять, например, вы должны пойти в специальное учреждение, и там это стоит 20 франков взять справку. А если вам, например, надо на работу, на квартиру, в которую вы въезжаете, и еще, допустим, я не знаю, для какой-то страховки очередной, или для кредита в банке, везде нужен оригинал, то есть, тебе уже надо 5 оригиналов, готовь 100 франков, просто, чтобы эту бумажку взять. Я понимаю, что везде существуют свои проблемы, даже я знаю одного замечательного, фантастического музыканта, который просто оттуда свалил, потому что у него маленький ребенок, и эта вот ювенальная юстиция его доконала просто. Да, да, не будем говорить, не будем называть имен. Но я не совсем об этом. Я понимаю, что неустроенность везде есть, она по-своему, но не так давно, на прошлой, еще на этой неделе, прозвучала информация, что в Швейцарии рассматривают закон об обязательном доходе. Об безусловном, да. Об безусловном доходе. Ну, в сторону это, вот в сторону, правда. Правда, потому что даже исходя из того, что датирует государство, да, всю культуру датирует каким-то образом, тем или иным, да, клубы датируют в Германии, в Голландии, вообще все. Но, вот исходя из этого, а со что конкурируют? Ну, за звездность? За большую сцену? Нет, за большее количество концертов, за лучшее качество концертов, за то, чтобы не пять концертов сыграть, например, а один, но лучший, чтобы за него равноценная была оплата, чем за пять более худших, например, концертов. И, ну, я не знаю, я думаю, что это просто творческий рост какой-то, вот этот такой творческий энтузиазм, потому что все время хочется самосовершенствоваться музыкантам. Когда ты видишь вокруг себя такое количество примеров, и ты понимаешь, что это не просто вот на них с неба свалилось, потому что они такие родились, а что, естественно, есть талант, потому что каждый человек талантлив. А дальше уже то, каким образом, как бы, в нем этот талант развивать. Ну, насколько велика материальная подоплека этого всего, этой конкуренции? Извините, что я в материальной стороне, но большая. Потому что люди живут в этой стране, а хлеб покупают на франке, поэтому им, естественно, надо зарабатывать соответственно. Там очень большое количество проектов, например, которые стараются, например, туры организовывать в Швейцарии, и потом, например, в Германию или в Австрию выезжать уже, как бы так, как на окраину, потому что там им платят в евро, а с того времени, как франк почти приравняли к евро, все это, как бы, опустилось в какую-то совершенно непонятную сторону. Потому что они получают, там, допустим, ну, грубо говоря, среднестатистические, вот, 5-6 человек в коллективе, каждый там получает 300-200 евро. Это считается хорошим, наверное, за концерт, там, я не знаю, когда 2000 евро, это, ну, такой средний коллектив получается в нормальном каком-нибудь клубе, я не знаю, не самом большом клубе, ни в Эйтрейне, ни в Порге, например. В Австрии. А что в клубах, кстати, с посещаемостью? Вот, ну, джазовое имеется в виду, импровизационное музыка. В Швейцарии вы имеете в виду? Да, да. Там есть, действительно, сцены для этого. Очень часто на какие-то коллаборационные... Понятное дело, что если у тебя есть звездное имя в составе... Коллаборационное, это что? Совершенно. Ну, с... Коллаборационное. А, с сборной, да? А-а-а. Или что? С... С... Сотрудничеством... Как это? Коллабор... Ну, я, понятно. Слова. Ну, сотрудничество такое. Угу. Это да. Между людьми. А... Нет, понятно. Значение слова коллаборационизма понятно. В данном случае это что? Это музыканты разные... Да, да. Например, вот... Джеймсейшн? Я поэтому спрашиваю. Нет, это не прямо Джеймсейшн. Допустим... Нет, есть и Джеймсейшн. Джеймсейшн тоже ходят туда люди. Ну, допустим, вот стандартный Джеймсейшн, куда там все студенты джазовых школ ходят, это одно. А есть просто, например, импровизационные концерты, есть куча импровизационных проектов, которые нойзовые какие-то, на стыке электроники и акустической музыки существуют. И для этого есть сцены, там есть фестивали. Иногда, если, допустим, какое-то имя более-менее известное в этой сборной залянке, к примеру, то обеспечена посещаемость, конечно. А вообще залы насколько заполняемы? Ну так, я понимаю, что вы не арт-директор клуба никакого. Ну нет, ну то, что я хожу, я хожу в основном на тех, кто уже более-менее какое-то имя приобрел, там почти всегда понравилось. А есть какие-то там, допустим, начинающие проекты, новые, не знаю, знакомых, то там попуще залы. А какое количество залов, вот джазовой музыки, клубов джазовой музыки? Какое количество? В каком городе, кстати? Я живу в Берне. Это не самое кишащее место в Швейцарии. В Берне вообще живет, скажем так, 290 тысяч. Но это столица Швейцарии. Да, это понятно. Но там много клубов джазовой направленности? Да. Там есть два основных больших, это биджаз и бифлет, а дальше всякие поменьше, подвальчики, театры. Оно такие вещи. А скажите такую штуку, Марина, а есть там сообщество музыканское? Ну, я знаю, что есть. А вы не состоите членом музыканского сообщества? Ну, имеется в виду формального сообщества. Как РАО нашего? Ну, что-то типа. Да, называется СВИСА, конечно, я состою. Иначе там ничего не выпустишь, только в альбом ничего. И что вы платите за это дело или? Я один раз заплатила 100 франков регистрационный сбор. И все? И все. И это пожизненно? Теперь вы члены этого сообщества? Да, пожизненно. И это дает разрешение на что? То же самое, как у нас в РАО. То есть они собирают, например, во всех официальных клубах, которые платят, например, гонорар официальный, я всегда заполняю, ну, такой формуляр, где пишу количество и порядок композиций, авторы лирики, авторы музыки. И потом, как бы, с моего же концерта клуб мне платит деньги в эту СВИСА, в швейцарское РАО, чтобы я получала авторские отчисления с этим. И потом в конце каждого года отчисляется. Нет, это авторское, это имеется в виду композиторское сообщество. Да. А сообщество музыкантов, которые дают возможность вам выступать. А, в этом, ну... Ну, как бы некий профсоюз, что ли, или что? Такого вот я не знаю. Нет, там есть как бы то, что называется музыкальная сцена. Здесь просто очень большой скандал сейчас по поводу этого, если вы следите. А, с этими сроками? По поводу сроков. Да, я поэтому... Нет, там такого нету. Это бред чистейшей воды. Я вообще даже не хочу начинать на эту тему говорить, потому что я, кроме плохих слов и большого количества критики, ничего на эту тему не могу сказать. Абсолютной лексики. Просто аббурд, возведенный в степень абсолютная. Причем все время ссылаются на западный опыт, поэтому я и спрашиваю. Нет. То есть там дяденька полицейский или кто-нибудь там такой весь из себя чиновник не может прийти на концерт Марины Савяниной и сказать, девушка, покажите вашу лицензию. Нет, нет. Вообще нет. Ну, насколько я понимала, это имелось в виду, что промоутеры... Да, промоутеры. То есть клубы не могут просто сотрудничать с музыкантами с улицы, грубо говоря. Они обязаны через промоутеров это делать, да? Если больше четырехсот человек? Нет, там такого нету. Да, четырехсот квадратных метров зал? Нет. По-моему, так что это? Понятное дело, что если большие залы, как какие-то стадионы или концертные площадки большие, то там выступают серьезные артисты, у которых просто в контрактах всегда прописано, что вот там у нас реклама по таким-то и таким-то правилам ведется. Естественно, там крупные рекламные агентства и пиар-агентства этим занимаются. Им просто надо привести публику на этих людей, потому что они никогда за вход не поедут играть, понимаете? А вешакон не приедет за вход. Понятно. У меня достаточно слов, что это бред, возведенный в ранг. Да. В какой-то степень. В какой-то степень, да, абсолютно. Можно еще такого рода вопрос? Вас не раздражают эти вопросы. Скажите, а как действует Департамент культуры, если он вообще существует там? Конечно. Он какую-то помощь оказывает? Что он делает вообще? Чем он занят? Ну, там есть Министерство культуры, как таковое. И есть, например, агентство по промошен швейцарской культуры в мире про Хильветия или как про Гильветцию нам почему-то ее называют. Они просто туда... там есть куча всяких, на самом деле, таких организаций. Там есть СИК, там есть организация Музик Синдикат, организация электронщиков, организация электроакустической музыки. Вот прям, действительно так называется. организация электронщиков, организация для электроакустической музыки, потом какие-то стипендии специальные именно только для чисто импровизационных проектов, то есть, например, мы с джазатором туда не можем попадать. Есть какие-то... про Гильвеции, например, если ты едешь в тур, то ты можешь, ну, ты обязан предоставить подтверждение, что у тебя более пяти концертов, и это значит, что у тебя появляется такое international exposure, и это значит, что к швейцарской культуре притягивается большое количество ушей и глаз, ну, внимания, и поэтому они самосвязованы в том, чтобы рекламировать швейцарскую культуру в других странах. И они, как правило, дают тебе деньги. Ну, проезд, мог бы гостиницу оплатить. Вот, может, слышали про проект Хильдегард Лернт Флиген? Очень краем уха, но... Потому что они приезжали два раза, и они потом на усадьбу джаз приезжали сюда, и первые два раза я им делала тур, и если бы вот эта организация не помогала, то это вообще можно было бы забыть про даже возможности их приезда сюда. Она им платила перелеты, гостиницу, суточные. А то, что они сами заработали, они просто отчитались, как бы, это как вклад в их будущее. Никакая состояние, так сказать. Ясно. Там много очень. Очень-очень смешно просто после этого все слушать, что здесь говорится об этом. Я намеренно задаю эти вопросы, потому что наша передача точно смотрит с некоторых пор те, кому это предназначается. Марин, а теперь вот к музыке, знаете, в каком смысле? А вы выступали там когда-нибудь в плане приглашенного в какой-то проект человека? Вот как строится эта работа, скажите, пожалуйста. Ну, зависит от того, кто организует это, потому что, как правило, это какие-то знакомые люди. Ну, потому что они же не прям выискивают твое резюме в интернете, там же такого хэдхантера для музыкантов. Понятно, дело, что это уже через личное знакомство. Ну, вот, например, я пою, как одна из трех вокалисток в проекте «Маренны Вычер», называется Midnight Cherry Orchestra, и она, ну, она просто такая швейцарская, очень хорошо организованная девочка, и она прям высылает нам всегда сет-листы с какими-то таблицами, постфактум высылает таблицу расходов, приходов, что откуда вычитается, кто сколько на проезд потратил, кто кому сколько должен. То есть полный отчет у вас есть экономический? Полный отчет экономический, да, она нам все всылает, заранее говорит, ну, всегда играет с гарантией, то есть за вход на не глядь, потому что у нас там 7 человек, и это, ну, такое костюмированное шоу, то есть всегда там грим, то есть довольно много усилий ради того, чтобы сыграть в концерт для пустого зала, ничего не получить. И у нее вот все хорошо идет, она, в общем-то, очень организованная в этом плане. А другие проекты есть, например, какие-то импровизационные, там есть ответственные за организацию концертов, к примеру говоря, какой-то один фронтмен, так сказать, и просто организует, а потом... Скажите, а вот эта джазовая школа, джазовая консерватория, да, насколько я прочитал, в которой вы учитесь, а чему учат джазовая консерватория? Как бы школа базируется на чем? Ну, вообще вот эта бернская Swiss Jazz School, это как отделение Бернской высшей школы искусств, все это вместе с консерваторией объединено. Она самая первая в Европе джазовая школа, то есть ее организовал человек, который, что-то там, был, по-моему, ближайшим другом, я не помню ее имя сейчас, то есть ее организовал вообще американец. И не... когда вот Беркли была? Когда организована Беркли была? Я не чувствую, но... Мне кажется, ее через 5 или 6 лет после Беркли открыли, да. Там на английском языке обучение у нас? Или на немецком, на французском? Я учусь 50 на 50, я учусь 50% в джазовой и 50% в классической. И у меня так получилось разделиться. Я понимаю, насколько программы схожи, скажем, с нашим... Вообще не схожи, там очень свободно. Историю джазов вам преподают? Да, конечно. А вот какие имена там присутствуют? Всю историю без... Начиная от work songs, от рабочих песен. Да? А, от рабочих песен? На плантациях. А это не совсем work songs. Это все-таки... А, ну да, в принципе, да. Братья Шайнс, да, семья Шайнс. Да, ну нет, прям совсем. Там Махалия Джексон, первые истоки Госпела. Но до этого, естественно, там есть история музыки классической. Начиная, извините, с какого-нибудь григорианского хорала. Потом изучают. Это совершенно не похоже, да, на нашу систему? Я композицию у нас не изучала. Я была вот в училище искусств, училась на пианино и по классу вокала. Конечно, не хочется сравнивать. Да? Ну, понимаете, там очень свободный процесс обучения построен. То есть ты можешь выбрать все, что хочешь. Понятно, есть какой-то набор предметов, которые ты должен. Но там, помимо этого, столько всего интересного. И там, как бы, одной из основных форм отчетности являются проекты твои. И ты настолько свободен в них. Вот, например, бакалаврский у тебя заключительный концерт. Ты обязан на композиции, ты обязан предоставить 45 минут музыки. Ну, если у тебя перформанс, до этого была специализация, ты должен ее еще сам или сыграть, или спеть. Или там продирижировать. И предоставить ноты жюри. И это карт-бланш, ты можешь делать все, что хочешь. То есть там нет такого, что здесь все время пропагандируется. Это человек, выдающийся музыкант, который закончил консерваторию по классу такого-то там профессора. Или там тоже такая система есть? Там система такая, что ты можешь каждый сместр менять профессора. Да. Я, например, я сейчас вот три сместра отучился у одного профессора, а со следующего сместра у меня три других профессора. Прекрасные, вообще, удивительные композиторы. И там даже можно, если договориться с директором школы, привлечь, как бы, композитора, например, там композитор Дитер Аман. Он живет в Люцерне, и у него договор с люцеренской школой, что он не имеет права преподавать в других учебных заведениях. То есть у него такой эксклюзив, его выкупили. Но за это они какие-то бешеные деньги там платят. Вот. И он, например, я все равно ему написала, потому что мне очень хотелось к нему на уроки попасть. И он сказал, да, ну, типа, можем как-то это неофициально делать, как, ну, типа, чтобы официально ты была у другого педагога, а зарплата не перечислялась. То есть они не... И на вас пахнуло запахом родины, да? Нет, но это не в том плане. То есть это все равно как-то они это документально проводят так, что это не подчеркнуто. А, то есть это рекомендируется, да, там? Да. Это просто как бы они там такую лазейку ищут, чтобы у него это не вступало в противоречие своего контракта с люцеренской школой. А так там очень открыто. То есть ты можешь себе программу образования, особенно вот на магистрской программе, построить как тебе угодно. Вообще с каким угодно уклоном. Ты можешь, когда ты говоришь, я хочу вот того преподавателя из Лозанны, например, потому что в Берни нет преподавателей, которые отвечают моим запросам на данный день. И ты по пунктам перечисляешь, и если они не могут тебе ничего противопоставить, то они не могут указать тебе. Потому что на тебя выделяется количество денег, и ты можешь определить, в каком графике. А почему такое отделение половина? Классическое образование половины? Ну я так себе выбрала. Это тоже выбор, да? Да, я так выбрала. Мне просто нравится очень, как в классическом департаменте преподают композицию. И там, например, у нас сейчас был семинар с Микальем Лахенманом. У нас было три дня, и он прям вот приехал к нам. У нас был коллоквиум, он там анализировал наши работы. Потом была презентация его новой вещи. Такие вещи, например. А та музыка, которую вы играете, это, ну, я не знаю, может это глупо прозвучит, но это сознательный выбор? Или это, блин, достану мне все, что меня, все, чем меня учат, хочется оторваться? Потому что у вас же в основном или совсем чистая импровизационная музыка, да? Вне зависимости от того, что вы берете, какой материал. Нет, нет. Нет, да? В джазаторе у нас очень много написанного. Особенно с тех пор, как вот мы все разъехались по трем разным странам, приходится многое сочинять и потом уже на репетициях какие-то искать, куда импровизации вставить. Для этого было больше. Нет. А репетиции где проходят? Ну, мы собираемся обычно в туры и либо в Вене репетируем, либо у нас в Берни. Ну, чаще в Вене там дешевле. А, то есть все живут в Швейцарии? Нет, Сергей живет в Вене, в Австрии, Олег здесь, я в Швейцарии. И басист у нас тоже в Швейцарии, в Берни. Иногда вот они приезжают, например, перед туром на неделю репетируем. А туры каким образом организованы? Ну, правда, это правда. Раньше мы с Сергеем делали букинг вдвоем, а теперь у меня, с тех пор, как я довольно много начала сочинять, у меня заказы пошли, и я просто, ну, нет времени. То есть, либо он организует концерты, либо меня нет. А заказы какого рода? Извините, если можно бывает. Это киношные заказы, я в этом смысле. У меня довольно много отсюда заказов из России, но мне сейчас постепенно надо стараться от этого уходить, потому что я живу на франке, получаю в рублях, а рубль все время падает. То есть, например, в прошлом году я... Он гордо падает. Он гордо падает. Да. И прямо... Прямо гордо, прямо вот скрепы. Ну, вот, например, когда я переехал туда, франк один стоил 36 рублей, и сейчас стоит 91 рубль поменять его у меня в Сбербанке. Это, считай, в три раза почти. Это ведь не просто цифра, это значит, что в три раза меньше вещей можно себе позволить. Да. Это значит, что вместо, там, грубо говоря, буханки хлеба, можно только тресть буханки хлеба себе. Ну, я так думаю, что не в буханках хлеба дело, а в инструментах и в материалах, с которыми работает человек. Ну, вот, вместо своей комнаты ты треть комнаты можешь снять, грубо говоря. Ну, я писала музыку к балету, например, в Екатеринбургском театре комедии. У нас был балет, назывался «Анри» с Ларисой Александровой. На тему «Анри Тулз-Латрека». Когда... А либрета чьей было? Либрета была Лариса Александрова и хореографа. Мне очень понравилось. Там с художником Дмитрием Разумовым мы делали, который в Сатириконе много проектов делает, в Гоголь-центре тоже. И там оркестр, прямо хор и балет. В общем, такое большое, грандиозное произведение на 90-м музыке. Это просто нечистый балет, да? Что-то такое. Да, там был хор, но он называется «Балет Хорос». Там был хор, и причем участники хора они должны были наизусть выучить все, что я им написала, все партии, причем за довольно короткий период времени. И они были частью танцоров. Ну, грубо говоря, то есть у них были какие-то роли, которые они на сцене должны были исполнять. Ну, понятного, что они так. не писали, как балетные, плясуные. Но, тем не менее, это все невероятное количество работы, конечно. Так нравится. Он до сих пор там идет. То есть вы хотите сосредоточиться на написании музыки или все-таки на турах? Нет, я бы хотела 60 на 40. 60% сочинять, 40 играть. Ну, у меня как-то так сейчас и получается. Просто мне надо мою композиторскую деятельность, основу ее перенести из России в Швейцарию. У меня сейчас потихоньку там тоже все это начинается, потому что я сидела, ну, допустим, музыку к фильму пишешь, это работа, ты просто с головы уходишь, у тебя нет времени искать контакты там или на проекты там время тратить. С некоторых пор я начала там искать, и сейчас все зацепляется друг за другом. Моря, скажите, там известно что-нибудь людям о русском джазе, о российском джазе? А именно... Там есть всякие смешные шутки про Игорь Буту. Ну, это прям... Ну, те, кто знают, некоторые... есть такое почти нарицательное определение. Вот так вот даже, да? Да. А так, в принципе... Нет, вот я... Кстати, бакалавра, когда закончила, я свой диплом писала по Москве арт-триюху. Ага, это классно. Скоро концерт, кстати. Да. Это Шелклоппер, да? Шелклоппер, Альперин, Альперин. Альперин, из-за старости. Да. Я с ним связывалась, вопросы им задавала. Со старостями, кстати, недавно интервью вышло у нас. Да. Да, Сергей, послушайте обязательно. Послушайте. Очень интересно. Вот. Ну, нет, то есть, представь даже кого там. Есть... И Валера Толстого, например. Как думаете, почему? Да, Валера Толстого. Ну, он не чистый российский джаз. У него же... Вероника стал директором. Да, да, да. Это известно. Он сейчас, напомню, сюда прибрался. Да, да. Валера здесь. А скажите, Марина, я просто хочу понять, не то, чтобы обидно это или не обидно. Это понятно, что обида уже давно не носит национальный характер, и какой-то географический характер. Но вот почему это происходит? То есть, там делать нечего, потому что там великая конкуренция или те люди, которые здесь, выдающиеся музыканты, существуют, они могли бы составить достойную конкуренцию. Конечно, могли бы. А почему их не тащат, не зовут? Неизвестно. Ну, потому что, ну, потому что, во-первых, надо какой-то географический контакт с нашими снарядами. То есть, они сами не предлагают себя? Или... Вы имеете в виду, почему, например, Петя Ившин не играет в 50-ти... Ну, почему... Я не знаю, насколько у Пети есть ангажемент там в Европе, но почему там Головухов, например, Аня Королёва и так далее? Ну, потому что там тоже много прекрасных джазовых певиц, которые там выросли, там получили образование, там образовали вокруг себя Network и... Понятно. Network понятно, но дело, знаете, в чём? Дело в том, что оригинальная программа одного из... Отличается от оригинальной программы ровно тем, что это не кавер-версия одного и того же произведения, например. Да. Хочется слушать и то, и то, и то, и то. Да? Ну, почему-то, когда в Куле ездят хорошие проекты, там всегда наполняемость есть. Угу. С именно с хорошим организатором связаться. Но я поняла Ваши вопросы немножко по-другому. Я думала, что Вы спрашиваете, почему, например, какой-нибудь хорошего, скажем, колорентиста не приглашают в другие проекты? Я знаю, что приглашают. Я знаю, что приглашают. Достаточно. Дистанционные проблемы есть, потому что человек живет в другой стране, надо оплачивать перелеты, как с репетициями. Это тоже значит, что до концерта какое-то ограниченное количество репетиций. Нет, я, наверное, не точно сформулировал вопрос. Я имел в виду как раз сложившиеся программы прокатываются там. Ну, это все от организации зависит, все от брукинга. Ну, там вообще, в принципе, этим кто-нибудь интересуется, как Вы думаете? Конечно. Например, я когда стала, извините, я когда стала писать сейчас, я когда стала писать диплом по Москву арт-трио, наша директор школы джазовой, она бывший букер в МУЦ, в Цюрихе. И она мне сказала, ой, я их так люблю, они к нам приезжали три раза. И вот еще, ты знаешь, это был Советский Союз, и был так сложен с визами, а вот еще им надо было как-то передавать деньги на билеты, и я им в валюте передавала, а тогда нельзя было. Нет, ну, Шелклоперам тоже интервью, кстати, вышло, он живет в Германии, фактически. Ну, если ты там живешь, то, естественно, это уже просто твои шансы в разы повышает. Но, как бы, а почему бы здесь тем же самым не заниматься? Я просто, мне хотелось, например, потому что, я не говорю, что у нас в консерватории плохо предпредают композицию, потому что я на этот счет даже ничего не могу сказать. Я просто знала некоторые имена профессоров, и мне хотелось у них учиться, например. Ну, и мне просто хотелось пожить где-нибудь. В общем, Европа нам поможет. Все в Европу. Ближе к жизни. Не знаю, мне кажется, это какое-то очень искусственное разделение Европы, Россия, Георгия. Потому что это какие-то такие большие категории и рамки, в которые люди пытаются втиснуть какой-то такой набор понятий, которые не всегда соответствуют действительности. А мне кажется, что, знаете, по аналогии со столетней давностью, с историей, мне кажется, Дягилева нету в России сегодня. Нету. Нету человека, который мог бы преподнести российское искусство на Западе и показать, насколько... Но, опять же, Дягилева, например, очень часто помогала спонсировала, которая была... Сейчас, как же его фамилия? Которую Ревю Бланш выпускал. Газетный Магнат. Не вспомню сейчас фамилию. Он постоянно был в долгах. Ну, неважно. В долгах, не в долгах. Имя осталось и русскую школу балета. Мы сейчас говорим не о балете, да? Но, тем не менее, русскую школу балета там узнали в Европе настолько, что она стала популярной. Да, да. Здесь никто не заинтересован в такое ощущение. Вот у вас на расстоянии оттуда вам не кажется, что это так? Здесь нету заинтересованности в том, чтобы искусство российское, джазовое, скажем, потому что есть великолепные образцы. Да. Бизнес-проект, на самом деле, на поверхности. Я не поняла вопрос, не кажется ли мне, что там есть заинтересованные, что у нас есть заинтересованные адвесаторы? Нет, оттуда. Здесь, когда живешь, понимаешь, что какие-то люди ходят, какие-то концерты устраиваются, да? Но вот оттуда видно, что кто-то здесь делает серьезные попытки российских музыкантов вывести в Европу и показать с их оригинальными концептуальными программами. Насколько мне известно, Маша Семушкина из усадьбы джаза, они... не знаю такого факта, но предстоит интервью, мне предстоит интервью. Но вообще, как бы, в таких масштабах, скажем, вот Маша Семушкина таких людей не особо много. Есть Юрий Леноградский, который, скорее, наоборот, привозит артистов. Но я не знаю, сейчас как с разницей курса. Ну, привозят-то привозят, привозят достаточно беспривычное количество людей. вы правы. Дяга Леоня нету. Ну, по крайней мере, я очень извиняюсь, если вдруг он есть, а я так голословно сказала, что нет. Можете не извиняться, даже если он есть, он фамилию Дягилев не носит. мне не... что-то на ум никто не приходит, к сожалению. Ну, мне кажется, это огромный провал. Это огромный провал. Ну, а что, а в Советском Союзе? В Советском Союзе все было несколько по-другому. Да, но в Советском Союзе все было. Государство грибло лопатой валюту, прокатывая большой театр, ансамбль «Кукуруза», который фолк-музыку играл и так далее, и так далее. Ну, откуда он может появиться, Дягилев? Я так думаю, это же ведь такая квинтэссенция культурного вот этого бэкграунда, из которого он вырос, Савва Мамонтов, ну, вот все вот эти леценаты. Слушай, ну, если все время кидаться, то из объятий в Европу в объятия Азии и наоборот, да, и говорить, что мы Европа, а мы, оказывается, потом вдруг Азия с некоторых пор, или там Евразия, вот эти вот деления ерундовые совершенно, но ты говоришь не совсем об этом, Дягилев же ведь, так вспомните, в Китае какое искусство русское было, откуда приехал, в общем, Вертинский. Он же в Китае популярным стал, он же в Харбине был популярным, он из той части миграции, миграции, которая во время революции убежала, да, колчаковская часть, по-моему, если не ошибаюсь, но не суть важна. Мне кажется, что давно пришла пора этим заняться. Я сам закончил за вас разговор. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.